В чем природа этой жизни? Как поднять такую осознанность? Это все равно, что, когда я пришел, было слишком светло. Эти огни ослепляли. Поэтому я попросил... Кто-то убавил напряжение, и освещение стало не таким ярким. Предположим, что здесь лампа с очень низким напряжением. Все остальное выключено. Горит только одна лампа. Что вы увидите? Вы увидите вот столько, одно маленькое пятнышко. Если мы немного увеличим напряжение, то вы сможете увидеть больше. О, здесь сидят пять человек. Если увеличить напряжение еще немного, то внезапно... О, сколько здесь людей! Все эти люди не существовали в вашем опыте, когда напряжение было ни с кем. Свет показывал вот столько. Вы не видели всего остального. Все они живые люди, но вы их не видели. Так что осознанность — это не действие. Осознанность — это не то, что можно искусственно накачать. Осознавать — значит быть живым. Откуда вы знаете, что вы живы? Только потому, что в какой-то степени осведомлены, не так ли? Допустим, вы бы заснули прямо здесь и сейчас. Вы бы знали, живы вы или нет? Мы знаем. Но будете ли знать вы? Вы не знаете, не так ли? Когда вы спите, возможно, вы мертвы? Вы не знаете. Только со стороны видно, что вы дышите, и мы знаем — да, она жива, она всего лишь спит. Но вы сами не знаете, живы вы или мертвы, не так ли? Сейчас вы знаете, что вы живы. Откуда? Потому что вы немного осознанны. Если бы вы стали еще чуть более осознанны, вы бы узнали еще больше. Если бы вы стали намного более осознанными, вы бы узнали гораздо больше. Для этого не нужно пытаться быть осознанными. Нужно лишь поднять напряжение. Для этого существует налаженный научный процесс — как поднять напряжение на максимум, чтобы мы естественным путем познали все, что мы можем узнать об этой жизни, просто осветив ее. Ничего не спрятано, все освещено, так что нам все видно. Допустим, сюда падает немного света, и мы видим ее, а здесь темное пятно, и мы не видим их. Да или нет? Но когда освещение хорошее, видно все, что здесь находится. Это требует усилий? Да? Требует ли это усилий? Где этот человек, где тот человек? Это требует усилий? Нет. При хорошем освещении вам просто хорошо видно. Осознанность означает именно это. Если вы хорошо освещены изнутри, то вы видите все таким, как оно есть. Именно в этом контексте используется слово свет. Просветление означает, что вы полностью освещены внутри себя. Возможно, лампочки и не видно, но вы залиты светом. Внутри вас есть все, что вам нужно увидеть. Как только вы познаете этот кусочек жизни во всей его полноте, вы узнаете, что все существует только так, как это происходит внутри вас, не так ли? Вы видите меня? Да? Даже если вы не слушаете, вы меня видите? Просто покажите пальцем, где я. Вы ошибаетесь. Вы же знаете, что я мистик. Нет. Свет падает на меня, отражается, проходит через ваши линзы, отображая перевернутое изображение на сетчатке. Вы знаете, как это происходит, не так ли? Где вы видите меня прямо сейчас? Внутри себя. Где вы меня слышите? Внутри себя. Где вы видели весь мир? Внутри себя. Вы когда-нибудь испытывали что-то вне себя? Испытывали? Вы когда-нибудь испытывали что-то вне себя? Свет и тьма происходят внутри вас. Звук и тишина происходят внутри вас. Радость и страдания происходят внутри вас. Агония и экстаз происходят внутри вас. Вы никогда не испытывали ничего вне себя. Это так? Испытали ли вы что-нибудь здесь? Нет. Вы переживаете все так, как оно происходит внутри вас. Даже сейчас, если кто-то рядом с вами коснется вашей руки, вы подумаете, что чувствуете его руку. Нет. Вы испытываете только ощущение в своей руке. Не так ли? По самой природе вещей вы никогда не сможете испытать ничего, кроме ощущений внутри себя. Вы думаете, что видите звезды? Нет. Вы видите их только такими, какими они проецируются на небосводе вашего ума. Не так ли? Вы не знаете, какие они, звезды. Вы знаете лишь то, что происходит внутри вас. Да или нет? Если вы хотите узнать это лучшее, не читайте Священные Писания. Не слушайте рассуждения других людей. Работайте над усилением восприятия, чтобы видеть все ясно. мир отражается в зеркале вашего ума. Сейчас ваше зеркало немного искривлено. Вы когда-нибудь видели себя в кривом зеркале? Вы встаете перед ним и выглядите вот так. Предположим, такие зеркала в вашей ванной, спальне, повсюду. Через какое-то время вы действительно начнете думать, что вы такие, не так ли? Да или нет? Вы должны убедиться, что ваше зеркало будет лишено искажений, и вы будете видеть свое лицо таким, какое оно есть. Не так ли? В этом и заключается вся работа. Довести ваш ум до такого состояния, когда к нему не прилипает грязь. Это ровное зеркало. Когда вы держите его перед собой, оно просто показывает все таким, как оно есть, без искажений. Если бы вы видели все таким, как оно есть, смогли бы вы управлять своей жизнью без усилий. Вот и все, не так ли?